Наши менеджеры приняли заказ на бурение скважины в Сергеево-Пасадском районе. Мы уже проводили бурение в этом населенном пункте и знали, что там возможен небольшой самоизлив. По опыту предыдущей скважины он не доставил нам никаких хлопот. Но на данном объекте все оказалось намного сложнее. Поначалу самоизлив был небольшой, но с каждой минутой вода пребывала все сильнее. Самой большой проблемой оказалось, что вода шла не только из трубы скважины, но и из-за трубного пространства между трубой и грунтом. Это грозило размыву воронки вокруг труб. Опор был такой силы, что фонтанировал из трубы высотой 4 метра. Было принято решение ликвидировать скважину с помощью цементирования. Для этого были доставлены на объект трубы диаметром больше, чем обсадная труба, так называемый кондуктор и цемент. Кондуктор вдавили буровой установкой на глубину 15 метров, но это не остановило затрубный самоизлив. Тогда наши работники заместили густой цементный раствор и закачали его с помощью бурового насоса через кондуктор, накрутив пробку опуска в скважину. Тем самым мы полностью заглушили самоизлив из трубы, но затрубный самоизлив полностью не прекратился. Вода продолжала сочиться в небольшом количестве, но тем не менее она не остановилась. Для разгрузки давления воды мы решили вымыть цементный раствор из трубы и временно пустить воду по пожарным рукавам в ручей. Благо недалеко, в 50 метрах протекал ручей. Заранее был изготовлен оголовок и пожарные рукава 80 диаметра. В течение ночи скважина изливалась по этим пожарным рукавам, тем самым мы разгрузили давление и позволили цементу в затрубе схватиться и перекрыть доступ к воде. На следующий день, после того как затрубе было уже надежно зацементировано, мы ликвидировали уже самоизлив из трубы. Для этого пустили буровые штанги в скважину на глубину и начали закачивать густой цементный раствор. Для утяжеления раствора мы добавляли в него боритовый песок. После закачки первой порции цемента, это порядка 400 литров, самоизлив прекратился. Для надежности мы сделали закачку еще одной порции цемента. После этого на закачанный цементный раствор мы засыпали еще несколько мешков боритового песка для утяжеления. После двух дней борьбы наши специалисты ликвидировали самоизлив. Задача была нелегкой, но мы смогли с ней справиться.